Встреча в Бресте, вторая часть визита Хирокета Кунага на Брещину. Вчера глава японской дипмиссии побывал в Лунинце, где принял участие в торжественной церемонии официальной передачи медоборудования, приобретенного за счет финансовой помощи Японии. Программа «Корни травы» будет и в дальнейшем работать, поскольку последствия аварии на Чернобыльской АЭС и сегодня сказываются на белорусах Абрещина, одна из самых пострадавших областей. Народ Японии также пострадал от аварии на Фокусима-1 и понимает, что проблемы Беларуси не являются личным делом белорусов. Общая трагедия объединяет. Об этом неоднократно в разговоре с Анатолием Лесом упоминал руководитель японской дипломатической миссии. У нас общий трагедический опыт. Для нас, особенно после аварии на АЭС в Фокусима-1, мы чувствуем, что это наши проблемы. Поэтому мы очень рады помогать населению в Республике Беларусь. Корни, травы, правительство Японии, грантовая помощь. Значит, данная инициатива позволила укрепить нам техническую базу Пинской центральной больницы, значит, где закуплен мобильный УЗИ-аппарат, также Брестского областного эндокринологического диспансера, также УЗИ-аппарат, который стоит более 100 тысяч долларов каждый. Оборудование, которое закуплено в текущем году в рамках программы, позволит улучшить качество медицинского обслуживания в Брестской областной больнице, в которой вы побыли, и, конечно, в Лунинецкой. Сегодня в пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС районах наблюдается тенденция перехода от этапа восстановления к этапу дальнейшего социального и экономического развития. И, естественно, что на встрече обсуждался вопрос усиления и расширения взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. Товарооборот Японии и Брестска области за 2016 год составил 1 миллион 650 тысяч долларов. Цифра весьма небольшая, это при том, что импорт превышает экспорт. Брещина имеет все возможности и потенциал увеличить эти цифры в разы. Над созданием совместных проектов необходимо работать. Мы заинтересованы, естественно, если будут желания японских инвесторов, производителей, частной структуры прийти на рынок Брестской области, мы готовы рассматривать, и особенно нас интересует это производство лекарственных препаратов. Мы знаем, что у вас хорошо эта отрасль развита. У нас есть маленькие предприятия фармацевтические. Мы готовы рассматривать эти проекты развития. То, что касается логистики, я вот говорил, значит, это железнодорожный, автомобильный транспорт, грузовые перевозки, мы заинтересованы. Ну, авиационный транспорт, аэропорт, я заинтересованы. Такие крупные проекты мы готовы рассмотреть. Есть потенциал. И, к сожалению, Беларусь не очень известна японцам. Но раз туристов и бизнесменов больше посещают Беларусь, чем раньше, мы надеемся, что в будущем у нас хорошие экономические отношения. После встречи с главой региона Хирокита Кунага принял участие в торжественной церемонии официальной передачи медицинского оборудования Брестской областной больницы. В рамках проекта «Корни травы. Грантовая помощь» ведущее учреждение здравоохранения области получило около 36 тысяч долларов на приобретение уретро-аренофиброскопа с набором инструментов. Приобретенное оборудование, которым мы уже пользуемся несколько месяцев, предназначено для категории пациентов урологической патологии. И поможет в некоторых случаях на ранних стадиях диагностировать заболевания онкологические или другие доброкачественные заболевания, в основном полостной системы почек, ну и мочеточников. И увидеть те камни, которые иногда являются нерентген-контрастные, и на УЗИ их не видно, а можно видеть только глазом. Так вот, благодаря этому аппарату мы сможем увидеть камни в полостной системе почек. Количество эндоскопических вмешательств вообще и в мире, и в Европе, и у нас в частности, увеличится с каждым годом. И сегодня эта цифра для Брестской областной больницы составляет 54%. А задача к сотням приближаться, хотя вот мировая такая тенденция 92-94% эндоскопической операции. Вот наша задача увеличить это количество до тех цифр, которые сегодня существуют в мире. Приобретение нового оборудования известной японской марки «Олимпус» позволит повысить уровень медицинского обслуживания не только в областном центре, но и во всем регионе. Мы надеемся на то, что будет продолжаться дальнейшее совместное сотрудничество, но с японской стороной нам сотрудничать надо, потому что у них очень высокие медицинские технологии, очень высокоточная медицинская техника, и мы надеемся на продолжение данного вида сотрудничества. И то, что сейчас в урологическое отделение эндоскопическое оборудование поступает, это больше 35 тысяч евро его стоимость, но это тоже большая помощь, как и для больницы, так же и для области. Такое оборудование есть оно и в республиканских центрах, и в других областях, но у нас такого оборудования, такого класса пока в Брестской области не было. Программа «Корни травы» и в дальнейшем будет реализовываться в Беларуси. Немаловажен факт, она будет расширена. В Токио рассматривается вопрос об увеличении бюджета для этой деятельности. Продолжение следует... Продолжение следует...